Продолжение следует... 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 информации не только в своем кабинете, но мы можем сейчас и в данной студии обсуждать какие-то вопросы. Масс-медиа, социальные сети, блоги. И если каждый врач своим примером, как вы, Валерий Александрович, как очень многие специалисты, утром выйдет в кроссовках на набережную, выполнит пробежку или проход с палками или без палок или просто покажет, как правильно питаться, что образ жизни это и есть то самое необходимое составляющее трансформации мышления для того, чтобы мы с вами, коллеги, своим примером показали обществу, что можно и нужно быть здоровым. Образ мыслей, здоровый образ мыслей начинается с трансформации образа жизни. У нас обязательно все получится, я в этом уверена. Действительно, вы затронули очень важную тему. Я знаю, что и вы, как адепт здорового образа жизни, тоже также личным примером мотивируете своих пациентов и своих коллег. Но вот в настоящее время мы часто сталкиваемся с барьерами среди населения в смысле о том, что, наверное, здоровый образ жизни это хорошо, но я подумаю об этом завтра. Вот есть ли какие-то устройства, может быть, какие-то программы, может быть, это что-то впереди. Вот у нас искусственный интеллект сейчас так активно развивается. Вот что-то такое, что могло бы в будущем заставить нас больше мотивировать в плане поддержания вот этих естественных компонентов здорового образа жизни. Как вы думаете, что-то ждет нас? Возможно, какие-то устройства регистрации, показатели. Вот сейчас, в частности, носимые устройства активно внедряются для контроля. Число шагов, число калорий, может быть, какие-то датчики. Мы в последние годы активно обсуждаем различные чипирования. То, что было на слуху и то, что все обсуждали. Может быть, такие чипы как раз помогут в будущем, пусть не завтра, пусть через 10 лет, контролировать, насколько мы выполняем вот эти адепты, насколько мы выполняем вот эти правила здорового образа жизни. Валерий Александрович, ну это какая-то антиутопия. Получается, что все чипированные будут через 10 лет? Нет. Я все равно считаю, что искусственный интеллект, он тогда будет искусственным интеллектом, когда к нему приложен интеллект врача. И только тот врач, который грамотно использует искусственный интеллект, он может быть более лучшим, успешным. Но в любом случае, вот опять же, возвращаясь, как это сделать, бытие определяет сознание. Вспомните лет 50 назад, даже в советских фильмах, в образах, образ врача. Вот почему-то это всегда с сигаретой, резать к чертовой матери, не дожидаясь перитонитов и так далее. Что сейчас? Если сейчас, мы, коллеги, опять же, своим поведением, своим образом жизни подскажем, что вот у Валерия Александровича, обратите внимание, у него часы, которые могут измерить. Покажите, Валерий Александрович, свои часы. Вот, у Валерия Александровича часы. Он считает шаги, он считает, какую активность. У меня таких часов сегодня нет, но просто они, наверное, не очень коррелируют с моим гардеробом. Хотя это неправильно. Часы, шагомеры, мобильный телефон, они никогда не испортят внешнего вида. И еще раз, дорогие друзья, если мы своим примером покажем, как правильно действовать, все проходит через стадии. Отрицание, гнев, торг, депрессия, но все равно все закончится принятием. И наша идеология победит. Не могу не затронуть в вопросах профилактики. Даже вчера в разговорах про атеросклероз мы касались такой социальной актуальной темы, как вакцинация. И действительно, для наших пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями мы знаем прекрасно, что вакцинация играет немаловажную роль в управлении риском сердечно-сосудистой смертности. Но и более того, сейчас уже мы активно обсуждаем перспективы вакцинации от атеросклероза. Это действительно уже то будущее, о которых пока мы еще только-только начинаем задуматься. Вот вообще в целом, как вы относитесь к этому вопросу? Насколько действительно важно именно для лиц с сердечно-сосудистыми заболеваниями соблюдать эти простые правила профилактики? Насколько врач должен активно обсуждать эту проблему со своими пациентами, особенно больные с сердечной недостаточностью, с тяжелыми какими-то коморбидными заболеваниями? Насколько для них важна своевременная профилактика в рамках вакцинации? Спасибо за эту тему, спасибо за этот вопрос, который вы подняли. Валерий Александрович, что касается вакцинации, не только врач общей практики, не только терапевт, кардиолог, драматолог, хирург, любой врач, которому попал пациент, это должен быть источник информации о целесообразности вакцинации, особенно у пожилых пациентов. Дорогие друзья, я думаю, что в ходе сегодняшних симпозиумов и симпозиумов, которые будут завтра, вы еще услышите о том, что вакцинация от гриппа, вакцинация от пневмококковой инфекции является обязательной в стратегии ведения пациентов с сердечной недостаточностью. То, о чем сказал Валерий Александрович, это эпоха будущего, что очень многие хронические неинфекционные заболевания не из лечения, но управлению как раз профилактики, профилактики рисков осложнений и увеличению продолжительности жизни, как раз будет достигаться с помощью вакцинации. Вот эти моменты мы должны обсуждать, начиная со школы. Вот они, те самые разговоры о важном, вот она, та самая профилактика, которая со школьной скамьи должна прививаться нашему обществу, и чтобы люди понимали, насколько это улучшит продолжительность жизни и качество жизни. Спасибо большое, Ольга Николаевна. Действительно, в вопросах профилактики все важно. Не менее важным является и популяризация на социальном уровне, то, чего нам, в принципе, в последние 10-15 лет, возможно, не хватало. И сейчас как раз мы переживаем новый такой ренессанс, вот именно такой социального привлечения населения к вопросам здорового образа жизни. Мы видим, что действительно очень много программ реализуется в этом направлении. Спасибо большое еще раз, Ольга Николаевна. Мы продолжаем встречаться с экспертами в телевизионной студии, поэтому я призываю вас не отключаться, следить за онлайн-трансляциями. Мы работаем для вас. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok